Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Мирный бой. Спортсмены со всей страны, а также военные и герои России приняли участие в турнире по боксу памяти Виктора Мелькова. Современное кино в древнем музее. Участники и гости фестиваля киношок окунулись в ожившие страницы античного города Горгипия. Дружба сквозь расстояние. Участники мотопробега из Нового Уренгоя преодолели около 15 тысяч километров, чтобы посетить город по братьям Анапу. Вопрос незаконной наружной рекламы, который вчера на общегородском планерном совещании поднял исполняющий обязанности главы Анапы, вновь прозвучал от горожан. На личный прием к Юрию Полякову обратились дочки почетного гражданина Анапы Кигама Паладянца с жалобой на вызывающую аптечную вывеску, закрывшую отцу вид из окна его квартиры. Только вчера на планерном совещании Юрий Поляков выразил свое отношение к засилью незаконной рекламы в городе. По рекламе. Хочу иметь такую информацию. Сколько, кто у нас выдает разрешение на рекламу? Правление имущества по результатам торговой функции. Сколько выдано разрешение? Сколько ее висит несанкционированное? Что делается для того, чтобы несанкционированной рекламы не было? Сколько штрафов собрали? То есть вот эта работа меня очень интересует, потому что город просто завешан. Просто ужас какой рекламы. На любую улицу, куда не зайдешь. Сегодня продолжение разговора, но уже на приеме у исполняющего обязанности главы курорта. Дочки почетного гражданина Анапы, Гигама Паладянца, рассказали о вывеске на аптеке, которая днем бросает тень на соседние окна, а вечером досаждает навязчивыми неоновыми огнями. Вот вид из окна ветеранов. У папы единственное светлое пятна, что вот так, он заехал о окошко и смотрит. Борьбе с самоуправством коммерсантов, по мнению анапчанок, мешает формальное отношение к вопросу. Реклама или вывеска? Комиссия, побывавшая по адресу, четкий ответ не дала. Ну кто у нас такие специалисты, что определили, что это вывеска? Вывеска, сколько процентов фасада должна занимать, скажите мне. Ну что за... ну как работать? Ну как работать? Ну мы должны для людей делать. Я же не возражаюсь, должна быть какая-то вывеска, все. Ну пусть она вот такая на двери висит. Ну почему она на полдома повесит? Я вот я просто не понимаю. Вопрос решится и не в пользу нарушителей, заявил Юрий Поляков. И дал соответствующие поручения. А вот другому обращению такого однозначного решения нет. На приеме жители Садово-Огороднического товарищества «Строитель». Мы пришли вам за помощью, чтобы вы нам помогли перейти в наши районы электросети. Наши электролинии сдать в наши районы электросети. Они у нас уже давнишние. С самого начала, с 1986 года. Ситуацию прокомментировал начальник Анапских районных электросетей. На сегодняшний день на их электроустановке нет ни технической документации, ни правоустанавливающей документации. Электроустановки находятся в неудовлетворительном состоянии. То есть им дали отрицательный ответ. Как выяснилось в ходе разговора, документы на сети у представителя Садово-Огороднического товарищества «Строитель» и людям их не дают. По словам заявителей, он игнорирует их требования. Он наподписывал бумаг, вскрыл бумаги от вас. Теперь вы все оказались заложниками ситуации. А мы не можем ничего сделать, потому что он принял такое решение. Без вмешательства правоохранительных органов не обойтись. Что касается восстановления бумаг, то юридическая служба должна расписать алгоритм действий. В спортивной школе «Виктория» стартовал турнир по боксу памяти Виктора Мелькова. В этом году соревнования имеют класс А. Это означает, что победителям будет автоматически присваиваться звание «Мастер спорта России». Также впервые в соревнованиях приняли участие сборные соединений воздушно-десантных войск со всей страны. А приветствовали спортсменов сразу 8 героев России. Тула, Рязань, Псков, Иванов. Более 70 спортсменов представляют подразделения и соединения воздушно-десантных войск. Такой в буквальном смысле десант на турнире памяти Виктора Мелькова впервые. Командиры считают бокс одним из важных элементов поддержания боевого духа. Мы расширяем географию, потому что нам интересно проводить эти турниры. Во-первых, они посвящены памяти наших товарищей, которые погибли и достойны высоких государственных званий. Ну и, во-вторых, привлечение молодежи, патриотической работы для службы ВДВ. Мы хотим, чтобы нас приходили сильные, способные ребята служить, выполнять воинский долг. Виктор Мельков погиб при самом первом штурме Грозного. Колонна, которая заехала в город, попала в засаду. Он и его товарищ остались прикрывать тех, кому удалось прорваться. Сегодня в зале восемь героев России со всей страны. Виктор Маркелов – пилот штурмовой авиации. За время войны на Северном Кавказе звезды получили еще шесть его товарищей по полку. На турнире впервые. Это достойно, это обязанность нас, более, может быть, сверстников, а более для молодых, которые здесь мальчишки. Это должна быть гордость, участие в этих соревнованиях. Мое понятие, что нельзя забывать тех людей, которые отдали жизнь за кого-то. Вот как он, например, за своих бойцов. Так выглядят трофеи турнира. Он проводится уже в 17-й раз и впервые в классе А. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков подчеркнул, для города-курорта честь принимать в соревнования такого уровня. Я хочу поблагодарить организаторов этого турнира, что нестойко проводят каждый год этот турнир. И сегодня мы имеем голоса по этому турниру. Победители будут мастера спорта России. Она вообще спортивный город. За год проходит до 600 грабриятельств. Я вам всем желаю успехов. Удачи. Представители спортивной общественности считают знаковым то, что важный для города турнир стал более статусным. Я хочу сказать, что у нас бокс в городе на очень высоком уровне. Почему? Потому что тут и попечительский совет, тут и тренерско-преподавательский состав, тут и родители, и сами спортсмены, и весь город очень любят бокс. В последнее время у нас проводится очень много турниров. Серия в исполнении Ивана Черкова. Ему 21 год. 12 лет из них отданы боксу. Это его 151-й бой. Сам он из Челябинска. Выступает за Рязань. Там служит срочную. Ну, дает, как бы, по планшке, что спортсмен, тренировки. Тренировки не всегда, как бы, это легче, чем там службы. По две тренировки в день тяжело тоже приходится. Отдыхать не дают, как бы. Полуфинальные и финальные бои пройдут уже в эти выходные. После соревнований у спортсменов будет пара дней, чтобы сходить на море и отдохнуть после боев. 10 сентября в единый день голосования нам предстоит избрать новый состав законодательного собрания Краснодарского края. Каждый, кому небезразлично будущее родного города, наверняка придет на избирательный участок и сделает свой выбор. Информацию о кандидатах и их взглядах на работу законодатели избиратели черпают на встречах с претендентами на депутатский статус. Продолжаются встречи с избирателями кандидатов депутата Юлии Пархоменко. Речь на них не о большой политике. В зале говорят о злободневных проблемах. Дороги и тротуары, доходы людей, доступная медицина. В общем, обо всем, что сделает жизнь людей комфортнее. В чем кандидат видит возможность реализовать социальные проекты. В участии в целевых программах, говорит Юлия Пархоменко. От будущего состава Кубанского парламента зависит будущее каждого из нас, пока кандидаты записывают обращения и вопросы людей. Совсем скоро они превратятся в наказы избирателей, своеобразную программу действий для вновь избранных депутатов. Другие кандидаты сведения о проводимых ими встречах не предоставили. Мы напоминаем, что найти адреса избирательных участков можно на официальном сайте администрации, в газете «Анапская Черноморья», а также в территориальной избирательной комиссии «Анапская». Телефон горячей линии ТИК 43022. Участники и гостики на шок в рамках фестивальных мероприятий посетили археологический музей-заповедник Гаргипи. Они прошлись по древней улице и попробовали себя в качестве античных ремесленников. Опытный воин обучает молодого. Как оно было на самом деле, сегодня можно лишь догадываться по рисункам на тех же амфорах. В отличие от ритуалов или элементов быта, технологии можно восстановить с куда большей точностью. Такие жернова в местах греческих поселений находили достаточно часто. Актрисе Марине Яковлевой поясняют, что крутили их женщины. А вы знаете, очень приятно. Это не так просто, но это очень приятно и радостно создавать из одного состояния в другое муку. Участники и гости фестиваля «Киношок» идут по улице Древней Гаргипии. Она сделана по древнеримским правилам. В качестве покрытия использовали битую керамику. На раскопанном участке фундаменты 16 домов. В них жил средний класс с того времени. На Черноморском побережье климат более суровый, чем в самой Греции. Ткачерстенные вещи было необходимостью. Станок восстановили по древним рисункам. Кроме того, сама технология не менялась тысячи лет. И еще у бабушки Светланы Асафьевой был похожий. Она работает в музее экономистом, но здесь не бывает просто сотрудников. Приятно, конечно, зайти в музей, увидеть станочек, сесть, продеть ниточку, подкать. Это даже очень любопытно, интересно. Берутся в те времена. Отдельная остановка у агонистического каталога с именами победителей гермейских игр, которые посвящались богу Гермесу или в древнеримской мифологии Меркурию. Возможно, увиденное вдохновит режиссеров и сценаристов. Похожие примеры уже есть. Не так давно писатели из Москвы, побывав здесь, придумали и рассказали историю о приключениях мальчика, который жил в древнем городе. На курорте по поручению исполняющего обязанности главы города Юрия Полякова продолжается борьба с несанкционированной торговлей и незаконно установленными на муниципальной территории объектами. Решение Межведомственной комиссии об освобождении земельных участков от некапитальных конструкций выполняет управление муниципального контроля совместно с сотрудниками полиции, управлением торговли и территориальными общественными самоуправлениями. Так, на днях на пляжной территории в поселке Витязева было демонтировано летнее кафе. На демонтаж ушло несколько дней из-за сложности конструкции. Кроме того, работу техники осложняло наличие отдыхающих на пляже. Тем не менее, конструкцию разобрали и поместили на штрафстоянку. Еще один незаконно установленный объект пошел под снос на улице Пушкина, 19. Здесь также демонтировали все конструкции, включая ограждения. Совместно с сотрудниками Римстроя был освобожден земельный участок, порядка также 120 квадратных метров, который использовался под летнее кафе. Столы, стулья, зонды, которые были установлены, деревянное ограждение, оно все помещено на штрафстоянку. Собственнику необходимо будет предоставить документы, на основании которых мы будем возвращать данное имущество. Кроме того, на участке демонтировали самовольно уложенную тротуарную плитку. Раньше здесь был газон, но предприниматель его безжалостно закатал в бетон. Было принято решение вернуть участку прежний вид. В ближайшее время специалистами ЖКХ будут проведены работы по восстановлению зеленого покрытия. В Анапе продолжается работа по восстановлению дорог. В этом году бесплатный щебень для отсыпки получили все сельские округа. Всего на это было выделено 10 тысяч кубометров щебня. Большая работа проводится в селе Супсех. Там уже привели в порядок 7 улиц. Вчера завершились работы на Николаевской. На очереди улица Серебряная. Вот так до недавнего времени выглядела улица Николаевская в селе Супсех. После обильных осадков здесь можно было передвигаться только на внедорожники. Теперь дорога ровная и осадки больше не страшны. Администрации муниципального образования был выделен щебень. Силами Супсехской администрации данный щебень был завезен на улицу Николаевскую в количестве 210 метров кубических. После чего силами администрации Супсехского сельского округа было прогридировано полотно улицы Николаевской и отсыпан инертным материалом в виде щебня. Общая протяженность отсыпанного полотна на улице Николаевская около 750 метров. Теперь здесь жители могут передвигаться без опасения повредить автомобиль. Сейчас, конечно, более-менее они занимаются люди. Они потому что привезли щебень. Щебень отлежался потом. Здесь разметку. Сейчас сделали, отсыпали щебнем. Масштабные работы развернулись и на улице Серебряная. До этого участка тяжелая техника пока не дошла. Невооруженных взглядов видно, что для легкового автотранспорта такая дорога просто непригодна. Но скоро все изменится. Уже отсыпаны щебнем несколько сотен метров, которые утрамбовали специальным катком. После подготовки полотна здесь будет уложено асфальтовое покрытие. Длина новой заасфальтированной дороги составит более 800 метров. Мы очень рады, что здесь будет асфальт, будут дороги и впоследствии пустят автобусы и будет очень хорошо. Два дня мы уже очень радуемся, потому что начали планировать. Сегодня нам отсыпали эту всю дорогу. Надеемся на лучшее, надеемся на асфальт. Все работы на улице Серебряная планируется завершить уже к концу сентября. Также будут отсыпаны щебнем улицы Грибная, Алычевая, Солнечная и Чкалова. В этом году на дорожные работы в сельских округах из муниципального бюджета направлено 36 миллионов рублей. Планируется обновить 29 автомобильных участков. А на капитальный ремонт дорог в городской черте на условиях софинансирования из краевого бюджета выделено более 55 миллионов рублей. Анапа стала конечной точкой в мотопробеге «Дружба без границ». Мотоциклисты начали свой путь в конце июля из города Побратима Нового Уренгоя. По пути посетили Германию. В этом мотопробеге узами дружбы связали сразу несколько городов. От Нового Уренгоя до Анапы 14,5 тысяч километров. График был очень плотным. Мотоциклисты должны были преодолеть расстояние за 40 дней. Несмотря на непогоду и сильные нагрузки, они уложились в срок. Четверо участников исколесили 14 стран. Были даже на Атлантике в районе Амстердама. Главная цель мотопробега – сплочение побратимых народов. Дружба – это важно всегда. Тем более сейчас, когда совсем непростая геополитическая ситуация, экономическая ситуация в стране не лучшая. Но, тем не менее, дружба позволяет воплощать проекты. И не только проекты морального плана, но и производственного. Мы решили своим пробегом соединить города побратимы. Также мы очень не один десяток лет сотрудничаем с городом Куртанапа. Сергей начал свой путь вместе со всеми в Новом Уренгое. Пробег его мотоцикла – почти 90 тысяч километров. С 2013 года он объездил всю Сибирь, побывал в Европе и на Кавказе. По словам мотоциклиста, такие путешествия доставляют массу положительных эмоций. Ощущения стабильные. Слава Богу, это не первый, надеюсь, не последний пробег. Все замечательно. Мотоцикл – это отдельная история. На машинах мы ездили много раньше. Мотоцикл – это совсем другой дух, совсем другая тусовка, совсем другие ощущения. На машине не спортивно. Два года назад был организован похожий мотопробег, посвященный 70-летней годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. Участники доехали до Берлина и вновь вернулись в Анапу. Как говорят организаторы, подобные мероприятия требуют серьезного планирования. Но этот мотопробег далеко не последний. Уже в следующем году в планах мототуристов поехать на Памир. В рамках спартакиада среди спортивных команд сельских округов в фитнес-клубе «Санфиджим» состоялся очередной этап соревнований по армрестлингу. Организаторами соревнований выступили Управление по физической культуре и спорту и фитнес-клуб. 11 команд из всех сельских округов муниципального образования боролись за право стать сильнейшими. Количество участников сегодня очень большое. Очень радует, что приехало очень много ребят с разных округов. И женщины, и девочки, и мальчики. Очень много людей было. Очень приятно. Соревнования проходили в восьми весовых категориях у мужчин и в пяти у женщин. Всего более 50 человек. Команду Витязевского округа возглавил сам глава сельского поселения Василий Аппазиди. В весовой категории 100 килограммов он завоевал первое место. Спортивный интерес. Раньше занимался, сейчас занимается. Личным примером хочу показать. Молодец. Принимал участие активно и занимался спорт. По итогам личного первенства был произведен подсчет очков командного первенства. По итогам соревнований первое и второе места подвелили команды Анапы и Виноградного сельского округа. На третьем месте спортсмены из Гастагаевского сельского округа. Теплая солнечная погода в Анапе сменилась резким похолоданием. Управление гражданской обороны и защиты населения опубликовали предупреждение, что 6-7 сентября местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. В связи с чем всем жителям необходимо строго соблюдать меры личной безопасности. Кому сегодня это особенно пригодилось, так это жителям станицы Благовещенская. Там из-за перепада температур над Кизилтажским лиманом образовался смерч. По словам очевидцев, он несколько минут всасывал воду из лимана, а потом исчез. А спустя время на станицу обрушился ливень. К счастью, никто не пострадал. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды и фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски ганноверские экстра 209,90. Любительская «Тавровская» 229 рублей. Колбаса вареная ветчинная 219 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе, «Парковая» 93А, «Крымская» 98, «Амелькова» 28 и «Астраханская» 75А. По прогнозам синоптиков, 7 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов, ночью прохладнее 20 выше нуля. Ветер переменный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролок и УЗИ за 998 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует... Продолжение следует...